Израиль и группировка Хамас в последние дни ведут переговоры о долгосрочном перемирии в секторе Газа. Правда, речь идет все же не о прямом диалоге, а исключительно через третьи лица посредников, в роли которых активно выступают Египет и Организация Объединенных Наций. Специальный координатор по Ближнему Востоку Николай Младенов за последнюю неделю несколько раз был в Газе, где проводил встречи с руководством Хамаса. Младенов также общается с израильским руководством. Впрочем, источники в правительстве Израиля отмечают, что шансы на перемирие пока остаются низкими. Израиль требует, чтобы Хамас в первую очередь согласился вернуть тела двух военнослужащих армии обороны, погибших в ходе операции в секторе Газа в августе 2014 года, а также двух израильских граждан, находящихся в плену. Со своей стороны, у палестинцев тоже есть ряд условий, с которыми не согласна израильская сторона. О том, как в Израиле комментируют возможный мир с Хамасом, поговорим с шефом Ближневосточного бюро РТВА Евгением Савой. Он на прямой связи с нашей студией. Евгений, приветствую. Итак, шансы низкие, но они все же есть, насколько я понимаю. Да, Тихон, приветствую. Шансы всегда есть. Все зависит от того, как будут происходить переговоры в Египте. В Израиле говорят простую вещь. Официально никто здесь не признает факт готовности пойти на сделку с Хамасом, но при этом тишина на границах на юге гораздо лучше, чем перспектива масштабной военной операции. В последние дни Израиль воздерживался от ударов по сектору Газа. Дело в том, что в ответ на вот эти воздушные шары, на террор воздушных змеев, Израиль носил удары, причем дело это под давлением общественности. Последние 8 дней всего лишь один удар по такой группе боевиков. И что интересно, в Израиле все же дают шанс Египту и, наверное, в большей степени самому Младенову. Младенов в последние дни буквально занимается челночной дипломатией. Он здесь пытается усадить за стол переговоров всех, кого только можно. Не исключено, что Младенов понимает, что рано или поздно будет представлен так называемый план Трампа, сделка века, которая должна включить урегулирование в Газе. И вот в Иерусалиме решили дать шанс Младенову, дать шанс египетскому руководству и декларируют свои условия. Первое условие, которое выставляет Израиль, это, прежде всего, возвращение тел двух военнослужащих, Адара Гольдина и Руна Шауля. Это даже не обсуждается. В Иерусалиме говорят, что Хамас должен вернуть тела. При этом дают понять, что, возможно, готовы на некоторые фамилии боевиков, которые находятся в тюрьмах, чтобы была некая видимость сделки. Второе условие – это частичное возвращение контроля палестинской автономии в секторе Газа, чтобы Махмуд Абас вернулся в сектор Газа и контролировал КПП. Это уже в большей степени касается отношений внутри палестинского общества. Хамас, кстати, не против. И третий вариант – это частичное разоружение Хамаса, или, по крайней мере, отсутствие усиления военного крыла Хамаса. С учетом того, что сейчас в Газе находится и политическое руководство Хамаса, можно предположить, что все решения на военном уровне будут согласованы с политическим руководством Хамаса. Египет очень сильно давит на Хамас, и в Египте понимает, что это шанс сейчас добиться некого урегулирования в течение ближайших месяцев, потому что то, что будет здесь на Ближнем Востоке, начиная с ноября, когда вступят в силу основные санкции против Ирана, все понимают, что арабскому миру будет не до палестина израильского конфликта. И вот если мы говорим вот так в переводе на русский язык такое окно возможности, временное окно, то оно, возможно, будет действовать только до начала ноября, учитывая здесь праздники в Израиле с сентября, в октябре. Времени очень мало, и это хорошо понимают и в Хамасе, и в Руссалиме, и в руководстве Египта. Еще один момент. В секторе ГАЗа, со своей стороны, Хамас требует тоже несколько условий. Они хотят, например, полностью открыть уже на первом этапе КПП Керемшалом. Они хотят расширить зону рыбной ловли. Очень много палестинцев занимаются, как раз уходят в море, чтобы ловить рыбу. Сегодня им позволяют это делать израильские военные на расстоянии от 3 до 5 километров. Они просят расширить это. В Израиле, в принципе, не против. Готовы расширить эту зону, так как есть морская облакада сектора. Все эти условия сейчас обсуждаются активно в Каире. От переговоров в Каире будет зависеть, возможно, и дальнейшие результаты переговоров, непрямых переговоров между Израилем и Хамасом. Да, ну то есть какие-то точки для разговора, во всяком случае, есть. Спасибо. Шайб Ближневосточного бюро РТВА и Евгений Саван на прямой связи с нашей студией. И давайте продолжим разговаривать на эту тему. К нам присоединяется депутат КНЕСЭТа Роберт Тивяев. Роберт, я приветствую вас. Слышите ли вы московскую студию РТВА? Здравствуйте, слышим очень хорошо. Да, мы вас также слышим и видим. Благодарю вас за то, что вы вышли к нам в эфир. Скажите, как вы расцениваете вот эти непрямые переговоры, которые ведутся? Они должны проводиться, на ваш взгляд, или это ошибка? Ну, всегда, в принципе, лучше вести переговорный процесс, чем пожинать слады его неведения, так сказать. Важно вести, очень важно нам вести переговорный процесс. Я думаю, Евгений Саван был абсолютно прав. Это понимают и в Хамасе, это понимаем и мы. В принципе, по большому счету, проблема с этой территорией, территорией Газы. И, смотрите, Израиль стратегически выбрал себе посредника во всем, что касается Газы. И это Египет. На сегодняшний день Египет, к сожалению, не справляется с своей задачей. У них нет влияния, серьезное влияние на Хамас. Но, к сожалению, что теряем в этом плане мы, государство Израиль, то, что Хамас, к сожалению, навязывает нам повестку дня. Мы знаем, что они пытаются рыть туннели, посылаются всякие эти воздушные шары, которые уничтожают наши сельскохозяйственные. То есть мы в этом плане так называемые ведомые. Что делать Израилю с газой? Тут вопрос достаточно сложный. Конечно, никто не хочет сейчас кровопролития. Никому это и не надо. Но в этой связи я бы хотел напомнить вашим телезрителям такое известное изречение Голды Мейер, знаменитой Голды Мейер, которая сказала, что я ненавижу арабов только за то, что они научили наших детей, заставили наших детей воевать. У Израиля нет выбора. Мы должны уметь защищать себя. Мы это умеем. К сожалению, партнера в этом плане у нас нет. Его не существует. Очень хорошо, что сейчас появился этот последний господин Младенов. Хотелось бы надеяться, что из этого что-то выйдет, но у меня есть большие сомнения в этом плане. Большие сомнения, что это произойдет. Роберт Ивияев, депутат КНЕСТ. К нам присоединяется Марк Ефраимов, член Горсовета СДИРОТа. Марк, слышите ли вы московскую студию Артевия? Есть ли у нас связь с Марком Ефраимовым? Марк, слышите ли вы студию Артевия? Судя по всему, связь недостаточно прочная. Давайте еще раз попробуем. Марк, слышите ли вы студию? Здравствуйте, добрый вечер. Да, здравствуйте. Вот я надеюсь, что вы нас слышите. И мы вас теперь будем слышать постоянно. Связь не будет прерываться. Роберт Тивияев сейчас говорил о том, что, конечно, вести переговоры, вот эти непрямые переговоры с Хамас, конечно, намного лучше, чем пожинать плоды неведения этих переговоров. Иначе говоря, худой мир лучше хорошей войны, как принято говорить. Вы согласны с такой точкой зрения? Или вам кажется, что на переговоры идти нельзя? Я скажу самую простую вещь. Можно всегда договориться с теми людьми, кто хочет договориться. Но с теми людьми, то есть с организациями, которые вся их цель основывается только в том, чтобы уничтожение нас, уничтожение нас как нации, как государства, как остальное, то есть они сделают все для того, чтобы именно идти к этому. Поэтому, насколько можно верить той организации, которая считает своей основной целью уничтожение страны Израиль, то есть для них даже... Иначе говоря, вам кажется, что никакие переговоры ни к чему не приведут, потому что в основе позиции не могут... Компромисс найден быть не может. Все правильно. Просто-напросто вся любая передышка, это даже не перемея, передышка будет использована ради одного. Ради того, чтобы набрать арсенал, чтобы завтра еще сильнее... Да, я понял вашу позицию. Марк, мне хотелось бы услышать ваше мнение, Роберт. Вы не согласны с подобной трактовкой происходящего? Я бы немножко ее изменил. То есть, в принципе, вести переговоры надо. Но самое главное, что вести переговоры надо на наших условиях. Мы должны быть инициаторами этих переговоров. И даже иногда, возможно, без посредников. Когда мы контролируем ситуацию, а ситуацию фактически контролируем мы. Мы поставляем в газу свет, мы поставляем воду. Всякие инфраструктуры зависят от нас. И мы должны вести эти переговоры. Понятно, вне каких-то сомнений. Главное условие – это возвращение тела в наших солдат. Это прежде всего. Ну и второе, когда появляются какие-то посредники, которые не всегда, и я отношусь большим уважением к ним, не всегда понимают нюансы, то, что происходит здесь. Это иногда приводит... Знаете, в то время, Иуд Барак и Иуд Ольмар предлагали Палестине достаточно хорошие условия для образования государства, для строительства порта. То есть были предложены достаточно серьезные и хорошие условия. Но, к сожалению, отказались. У арабов это работает приблизительно так. Если ты мне сегодня это дал, значит, завтра ты мне дашь еще больше. Именно в этом наша достаточно серьезная проблема. Говорю вас, Марк. Буквально 20 секунд. Все же, может быть, попытка договориться даже в столь ненадежной ситуации лучше продолжения того, что мы наблюдаем все последние годы? Как вам сказать? Мы живем в такой непростой ситуации. Первым делом я могу согласиться с Робертом по поводу того, что на самом деле вот это вот каждый раз что-то дать для того, чтобы сделать еще определенное перемирие, передышку и так далее, в конце концов, приводит к тому, что они понимают это совсем по-другому. То есть они видят в этом слабость. Теперь было немало раз, когда государство Израиль делало послабление, передавало какие-либо, так сказать, давало ту самую морковку для того, чтобы они лучше жили. Но при всем при этом до тех пор, пока власть находится в руках Хамаса, у которых основная цель. Да, я понял вас. К сожалению, видите, связь у нас подводит. Но позиции мы услышали. Благодарю вас обоих. Роберт Тевьяев, депутат КНЕСЭТ и Марк Ефраимов, член Горсовета города СДИРОТ в прямом эфире РТВАЙ. Продолжение следует...